Какие педали-то надо? Естественно, это же велосипед! Как здорово! Тормоз же есть! До нас наконец-то добырался совершенно крутой электровелосипед от Iconbeat. А еще более компактную модель K7 вы можете получить совершенно бесплатно. Их розыгрыш будет в сентябре, и для участия надо просто перейти по ссылкам в описании к этому видео. Едем до янтарного комбината! Там все, кто работают, я их беру на ствол. У меня есть ствол. Отчество Бориса Ельцина вы знаете? Евгений. А отчество? В Вальгерии. Вот это, я такую реконструкцию всталочки делаю. Ну, это гордость Калининграда, это, блядь, его лицо. Так жопа обычно выглядит, блядь, а не лицо. Пипшек? Я не пшик. Черт. Пшик это Польша. Голготаны, труселя сверху. Типа Кельвин Кляйн. Я думаю, Маша, по этому поводу можно выпить вина. Ну что, сегодня праздник? Всем привет на этом канале. В общем, случилось так, что меня обманом заманили в Калининград. Вы когда пишете в мой адрес, когда вы приедете в Ульяновск, в Израиль, там, Казахстан, вы хотя бы осознавайте, насколько ваш город соответствует формату канала. На месте уже оказалось, что под словом трэш, ну, если почитать, например, калининградские формы, понимается никак не больше, чем в то, что в магазинах местной сети «Семья» часто встречаются пожухлые овощи и фрукты. Сравните с проблемами Иванова, например. Только в Калининграде я понял, что в Иваново мне есть где разгуляться. Какая-то параллельная Россия этот Калининград. Вроде бы идеален, но... Это ознакомительная прогулка, обзорная. Смучался кто-то у нас житель, что, мол, с какого хрена сенавыка в Калининграде. На самом деле она здесь была вообще как бы всегда, по сути, до того, как ее потом не стало. Ну, не стало ее понятным причинам. Персонаж, который меня пригласил, просил называть его не иначе, как Капитан Лис. Капитан Лис, местный музыкант, помешан на всем средневековом и живет в замке в центре Калининграда. Ну, до него мы еще доберемся. Вот такие элементы, а-ля подлатать на быструю руку и за пять копеек. Меня это бесит просто. Я не могу. Старинное строение, кирпичное. И просто вебать, влепить какую-то красную залупную стену. Ну, это дичь. И мы имеем таких охеренных архитекторов, проектировщиков, реконструкторов. А ведь помимо этого еще есть стеклянный туннель в туалет с соцсетями. Молодцы. Как должна быть реконструкция? Как должна быть реконструкция, блядь. Фреска. Два кирпича друг на друге, залитые поносом из цемента. Вот это, я такую реконструкцию в плачке делаю, блядь. Они это делают на собор. Красная хуйня. Даже нечего добавить. Цементная хуйня. Вот это плохое в Калининграде. Ну, это гордость Калининграда. Это его лицо. Я так матерюсь, как сапожек, но сейчас вообще не могу. Если это его лицо, то это лицо, ну, хуйня, блядь, все. Так жопа обычно выгодит, блядь, а не лицо. Любопытнейший экземпляр. Любопытнейший. Арка. Есть поверье, я не помню, от кого я это слышал, рассказывал, что если пройти сквозь нее со своей спутницей жизни, с девушкой, вы будете вечно вместе. Трижды я проходил, трижды я расстался. Может, потому что ты, мудак, в подмостовом пространстве. Сделали вот баскетбольные тренировочные поля. Что здесь было? Бомжи спали, бухали, банчили всякими запрещенными штуками, окололись, шприцы валялись постоянно. То есть это не те же самые люди? Ну, либо нет, либо они передумали свой образ жизни и стали вести здоровый. Торцевая часть с героями финала 72-го года на Олимпиаде в Мюнхене сборной СССР против сборной США. С возрослями, с красной икрой, с ситр с перцем. И сиськами. Прикольный такой магазинчик. Ну, это не магазин, это храм. Там есть, типа, карточки, конечно, потраченные денег на алкоголь. Я на первое место. Я лично ни разу не гурман по пиву. Я знаю только один софт. Желтая. Но не поразиться разнообразию, креативу, этикеток тут никак нельзя. Вот я поехал в Калининград. Какие слова мне нужно знать, чтобы прямо прошли здесь своим? Вот вы сразу поняли, что я местный. Пшеки. Пшеки. Вот прямо, вот мое чутье, видишь, это поляки. Да. Потому что они пшекают. Пшеки – это поляки. Здесь всегда. Итак, на этом примере мы можем рассмотреть, как одеваются люди в Калининграде. Я сама сюда приехала и вот так оделась. Конечно, невозможно выглядеть нормально. Колготаны, труселя сверху. Типа Кельвин Кляйн курточку. И вот это вот говняные кеды. Ну, вот как-то так примерно люди выглядят. Но мы не ходили в нормальные пафосные какие-то бары, где хотя бы девушки одевают каблуки. Там, я не знаю, декольте. Вот все примерно выглядят очень странно. Совмещают несовместимые какие-то вещи. Перефразируем. Зажравшаяся москвичка приехала в Калининград с претензией к местной моде. Да. Только не думаю, чтобы он жил как шик какой-нибудь. Мы с Кастромы... Я коротко ставил выручить, чтобы договорились наехать 65 рублей. Чего ты хочешь? А, Russian... Russian не Russian, я русский. Мы с Кастромы приехали... Ты пшек? А? Ты пшек? Я не пшик. Черт. Пшик это Польша. Это я знаю. Так. Я вам честно скажу, мы немножко переборщили его. Чтобы договорились наехать, 100 рублей выручите на это. Вот все. Спасибо. Давай. Лабусы. Бомжи? Они похожи на поляков. Ботинки похожи на поляков? Лабусы чехи? У них лабус вакурос, лабус ритас, лабус... 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 Да, лабусы. Поебал ты. Короче. Есть выражение Кант Лох, его понимают. В основном оно как бы не совсем что-то означает, просто была история. На доме, где жил именно Кант, было краффти Кант Лох. И один местный деятель решил продавать майки с вот этой надписью. Большая Россия. Большая Россия. Это вся Россия, что не Калининград. Мы познакомились с калининградским языком. Движемся дальше. А кстати... Да? Никто не говорит Калининград здесь. Ну, это кёник. Бар Ельцин числится в Калининграде очень модным и достойным заведением. Основным критерием в последнее время в его рекомендациях было, что его даже Дудь похвалил. Ну, если уж Дудя считать последней инстанцией, то, конечно, стоит довериться. Пометив территорию поверх наклеечек Варламова, мы двинулись внутрь. Для погружения в атмосферу был устремлен нектар неба на Текилу. Небо нависало. Здесь, например, за соседним столиком тебе могут пойти предложить воровать янтар. Ну, янтаря в Калининградской области правда в избытке. Садимся в Лексус, в твой, едем до янтарного комбината. Мы едем с тыла, пробираемся к трубе промывочной. Там все, кто работают, я их беру на ствол. У меня есть ствол. Они очхануют, сука. Понимаешь, они получают оклад, бля, 30 тысяч. Либо жизнь. Ты выбери, что тебе дороже. Все, что они намыли, мы реально просто в пакеты грузим и бежим. Сука, реально можно попробовать. Мне очень нравится. А сколько невыездным после этого можно быть? Я как внук, извини. Хочешь, что я с цветами приеду? Малыш, я прошу тебя, попроси меня приехать с цветами. А мы с Деничкой пошли по едам с тематическим вопросом. Отчество Бориса Ельцина. Борис Николаевич. То, что Борис был, да? Да, нет, я помню. Борис, Ельцин, а отчество? Николаевич. Может, это... Реально? Да! Здрасьте. Здрасьте. Отчество Бориса Ельцина вы знаете? Конечно. Евгений. Это имя, а отчество? Валерий. Валерий. Евгений Валерий Чигельцин. Красавчик просто. Это вранье. Отчество Бориса Ельцина. Я не знаю. Да, ты, Парварель. Николаевич, нет? Ты уверена? Ну, все. Ты молодец. А вообще душевное заведение. То ли небо над Тагилом такое прекрасное, то ли стоит верить дудю. Сейчас найдем человека. Ты же в теме. Да, бро. Пойдем. Ты, мой муж, как оператор. Нихуя себе. Я ногами Ельцину лечу. Так. Клею ног, наклейку. Ну, все, сущная, доигралась. Именно сегодня альтернативы Ельцину нет. Завтра будет, а сегодня нет. И сегодня в этом спектакле шутовство, возведенное в принципе. Тачка у этого рыцаря кёнигсбергского замка вполне зачетная, а вот девайс у нее халтурные. И это надо поменять. Что это вот такое, министрейль, а? Ну, это, 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 нахер это все. Вот тебе. Чарующая простота от Interstep. Сенсорный держатель с беспроводной зарядкой. Куда ее? О! Он тебя как хозяина чувствует. Поднес телефон, пасть разъянул. Все. Захотел забрать, он как послушная собака тебе его отдает. Опа, все. Хватит. Хватит. Ладно, на, 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 поиграй. А пока он на нем, осуществляется беспроводная зарядка. И любой сюда может. Хочешь свой, хочешь мой. Он поддерживает беспроводную зарядку всех смартфонов с функцией QI. На. Я решил тебе его подарить. Воу, охуенно. А если вы хотите такой же девайс, то ссылка будет в описании к этому видео. Да, и в одном из ближайших видео мы еще прокатимся по области. Там будет на что посмотреть. Так сказать, не мчуря, не мчурой. Что у вас еще интересного? Все. Все интересное? Школа. И через два метра психушка, блядь. Ну, если ты дебил, сразу тебе психушку. Стоит подписаться на этот канал. Рассказывай. Я не знаю. Это медвежона. Там поросенок. Это шарик. Все. То, что вы иногда просите, чтобы Дынечка завела свой канал, вот будет примерно такой же. It's Gretchen Ponchiki Cafe. Let's go to see inside. Злачное заведение, да? Ну, что же, изволим отведать пончиков. Где пончиков нет? Вот. Ну, естественно, пончиков нет. Тогда давайте мне беленькой. А где у вас все посетители? То где. Ага. Рома себя, наверное. О, это вы еще в туалете в этом заведении не были. На, закуси как-то. Непонятно, для кого она тут прихорашивается в этом заведении. И вообще, зачем здесь зеркало? А кто все-таки пончики все съел? Люди. Я вот сколько сижу, два человека пришло за все время. А когда у вас основной прям поток? А сейчас мы отправимся в мой любимый ресторан Калининграда с дивным названием Игорь Дальков. С какого рожна ресторан назвали именно так, науке неизвестно. Но в мое последнее посещение там тусовались женщины в леопардах, а интерьер был в древнеегипетской стилистике. О, как. Культовое место в Калининграде закрыто навсегда. Ушла эпоха. Еще здесь есть бар улицы. Говорят, это очень популярный, переделанный из общественного туалета. В общем, как говорят местные, поскольку Ельцин бар закрывается раньше, то все тамошние, кто там не допил, идут вот сюда, в улицы. Расстояние всего лишь 7 минут. Улица не скучная. Улица Котика. Какая из улиц самая крутая на универсальный вкус? Говорят, чтобы чуть-чуть торкнуло. Когда я буду. Все. Полностью доверяю. Если учитывать, что здесь когда-то был общественный туалет, интересно, как они отсюда выводили запах. Что? Я не знаю, как. Я не знаю. Правильный канал в правильных местах. Ты не сука, вас ненавидит. Я вас понятен. Вот просто, вот даже, вот это, вот зачем мы перекрыли на дорожку? Вот сейчас коляской люди не могут пройти там. Да потрещьте вы, верните нормально, но это же пешеходная вот так. Ребят. Зашел человек, говорит, при всем уважении к вашему заведению и дальше таким матом вот так, начал бы так. Вот вам, перекрыли тут все. Ну что? Вот тут, тут ему не понравилось. А? А это, между прочим, был директор вагонки. Тоже, можно сказать, культовое место в Калининграде. Так, ну и что это за замок? Дом мой. Ты хочешь зашкалиться, снимать рум-дуры, что ли? Вот я просто душу поменял. Да, что-то без наводки, в них-то души стоят. У меня отнимаешь ей по планировочке. Вот мое сердце здесь находится. В принципе, мне хватает этой комнаты. Я вижу, я вижу, что тебе стыдно. Что у вас там во флигеле? Чернь живет? Там аппарат по чеканке монет стали. О, секира. Надо показать еще, так сказать, санузел. Во-первых, мне кажется, что у тебя не хватило оборудования для санузла, потому что ты расставил все по периметру просто. Посмотрите. Но как только вы послушаете, чем этот человек занимается по жизни, вы сразу поймете, откуда такие интерьеры, почему он живет в замке. Странно, что нету лошади какой-нибудь там припаркованной на первом этаже. Ну-ка, покажи нам. Я занимаюсь тем, что, ну, кроме того, что я занимаюсь музыкой, там, в нескольких группах, я занимаюсь тем, что я переделываю современный рэп русский под всякую средневековую и подобную херню. Моё сердце разбито навсегда, я трахую тебя, но не любя. Моё сердце разбито навсегда, я сношаю тебя, но не любя. это высшее достижение человечества в музыкальной культуре ну своеобразно пожалуй подпишусь на него даже может быть краску какую-нибудь перепоет в таком стиле или кровосток или того глядишь на боярском замахнется сегодня мы собрались в нашем тронном зале чтобы продегустировать пивные напитки купленные в калининграде это что томатный гос помидорочное пиво помидорочное пиво если честно даже томатный сок для меня отрава копченый томатный гос с чили это оно извращение вот это чё птичку мянули что-то еще одно извращение пиво с красной икрой с манго и перцем чили вот его точно надо залпнуть легко заходит выходит плохо ну вкусно это вот по крайней мере из того что мы пробовали это пока самое вкусное тебя цивильный канал очередет драгать можно все спасибо нюхни благородство просто угадай с чем морским водорослями он мерзкая ну я вообще не знаю кто это покупаете кто еще любитель такого мы 22 градуса 22 градуса ты почему сидишь еще на втором номере до показалось а это именно тех прекрасных людей которые задонатили в пользу этого канала после минувшей серии честь и хвала этим людям и нет конца моим благодарность ну про зубров калининградских знают все знают что им каждый год красят яйца ну как бы вот расценивать это как вандализм и в одну из значений накануне того как эти яйца должны были быть покрашены установили патруль около них чтобы схватить так сказать злоумышленника и значит стоит патруль видит вдалеке девочка идет с ведром краски ну как бы все признаки надвигающегося вандализма патруль здесь знак девочки мол так и так хрен летут ведро пустое у девочки пока с ней там разбирались кто-то быстренько подбежал яйца подкрасил и был таков находчивость вот отличительная черта калининградцев молодцы я в калининграде третий раз ездят по россии иногда видя какую-то некрасивую церкви я понимаю нет в калининграде самый худший пример церковной архитектуры блять это все что да простят меня за оскорбление чувств верующих сейчас вопрос только об архитектуре вот как соплю какую-то выспоркали вот эту вытянутую белую обделанную какими-то современными едва ли не панелями лицо города вы вообще о чем думали то архитекторы когда вот это проектировали кто это согласовывал эдкая смесь нигилизма с хамством ленинский проспект улице перестроенная специально к чемпионату мира вот даже начинаются курятники сараи всякая архитектурная лопуда а вот здесь сделали так сказать по образу и подобию каким кёнигсберг был раньше на придумали конечно все от себя но не суть вот а раньше стояли какие-то хрущевки ну глазу приятно посмотреть радуется все во мне в общем все это конструировали кроме одного дома на всей улице думаете из-за чего я бы удивился если бы в этом исторически подкованном регионе не было всяких реконструкций и ролевых игр таких не берут космонавты таких не берут космонавты стадион балтиков древнее футбольное сердце калининграда ну а теперь вот здесь вот античные руины примерно вот так вот было в 90-х годах мы все были скинхедами ходили на балтику болеть за наших молодой мальчик балтика играла как всегда не очень чемпионату мира в калининграде построили ну как известно новый стадион ну уже много сказано о том что ну короче пиздец вот этим всем городам вообще непонятно зачем мы все это построили калининграду волгограду этой мар 2 вот этой зачем им стадион господи если их команды прозябают или в глуши или на дне 2 дивизиона для кого эти хоромы я не поленился поднял статистику посещения нового калининград стадиума местные конечно говорят иначе но они наверное на какой-то другой стадион ходят сколько ходит народу у вас сюда я начал ходить буквально вот два года назад когда построили стадион был на последних двух играх наполнялись мы стадиона реально процентов 78 это очень хорошо танцуй пока молодой мальчик и мы когда приходим на новый стадион нашего города блять ну реально прям какая-то внутренняя гордость по крайней мере у меня есть блять но они играют играют реально играют ну ну если играют то окей на самом деле во мне говорит просто банальная ревность за отцепленный от чемпионата мира родной Ярославль у нас там и команда есть и без денег все время в призовые места рвется а город какой ну не саранск уж точно что дал чемпионат мира что не дал единственное что он дал это вот вот эту хрень и сарайку вот эту она упалка сделана плитка ползет все все по говну сделано город сделали да это хорошо это круто далее бабушкам заработать на квартирах там 15 тысяч в день они уехали на дачу сдавали к камерунским этим да а гостиниц гостиницы все принудили проходить кучу проверок по звездам выставляться еще какую-то херню делать пожарную устанавливать ну новую там короче кучу требований предъявили и там все у кого гостиницы есть и кто занимается тем бизнесом и но больше потеряли чем прибыли на самом деле а радость и атмосфера вот этого глобального и всемирного праздника жизни этих бразильцев которые заболевали фонтан и кидались туда это радость заброшек в калининградской области очень много и все они прямо такие аутентично довоенные психиатрическая больница в знаменске одна из самых известных заброшек на территории региона тут живут бомжи с ножами сейчас мы нарушим их покой и первым делом они воспользуются своим холодным оружием шприцом своим холодным шприцом на самом деле город знаменск вот то где мы сейчас находимся раньше назывался велау и психиатрическая лечебница располагалась здесь середина 19 по 40-е годы 20 века в конце 20-х пришла сюда оспа и а в 40-х годах лечебницу и вовсе закрыли большую часть пациентов распустили по семьям а некоторых просто убили пошли посмотрим что там внутри ничего там нет на этом все впереди совершенно чумовая серия из венгрии из амстердама и еще из калининградской области с берлина и гамбурга частично признанного северного кипра и так далее вам нужно подписаться на мой инстаграм чтобы не пропустить новые серии не забыть оставить комментарий к этому видео поставить ему лайк или дизлайк те кто здесь впервые подписаться на этот канал и сторожилы будут вам завидовать засылайте донат в пользу этого канала кому не жалко реквизиты в описании к этому видео ну и чао а